Сегодня в Чебоксарах чествовали Клару Груздеву. Ее жизнь – одна из ярких иллюстраций к летописи региона. Клара Ильинична хорошо знакома и жителям, и руководителям республики. Свои поздравления ей направили и президент Владимир Путин, и глава Чувашии. Сколько событий может вместить человеческая жизнь? У кого-то дни тянутся, едва сменяя друг друга, а кому-то и 90 лет мало, чтобы успеть сделать все задуманное. Клара Ильинична Груздева как раз из таких людей. Кажется, она родилась с чувством ответственности и желанием приносить пользу людям. Эти качества всегда помогали ей бороться с трудностями. А они начались, когда Кларе было 12 лет. Мама пошла на базар. И мы дети, четверо нас было маленьких детей, ждали ее у калитки во дворе с гостинцами. А она пришла вся заплаканная и сказала, «Дети, началась война, Гитлер напал на нашу страну». Отец Клары Ильинична погиб под Ленинградом. Семья выживала, как могла. Поэтому дети, едва повзрослевши, шли работать. Серьезная, ответственная, умеющая принимать решения девушка успешно справлялась с нагрузкой. Хотя специальность выбрала себе нелегкую. Почему я именно выбрала сельхозинститут? Ну я, мама моя, семья наша, папа на семье, мамин семье. Они выросли в колхозе. Пережили вот эти тяжелейшие годы коллективизации. Работала она все время и в поле, и дома. Это одно. Второе еще, тоже важное было для нас, когда мы. Мы очень тяжело жили материально. В сельхозинституте было общежитие. И был большой шанс получать и там стипендию. У Клары Ильиничны была возможность уехать в другой регион. Но она осталась в родной Чувашии. И ни разу об этом не пожалела. Ни когда работала зоотехником, ни когда руководила районным сельхозотделом, ни когда отвечала за развитие отрасли в целом, будучи секретарем Чувашского комопартии. Тяжело было. Ну вот постепенно познакомилась с людьми. Как-то вот люди меня поняли. И я их поняла. И получилось так, что обучая их, я училась у них, набиралась опыта. И вот так постепенно, начиная с кличек коров, начиная с ремонта помещения, даже посещая на дому животноводов больных или очень в чем-то оказавшихся в тяжелом положении, как-то вот сблизились. Вот это, пожалуй, самое главное правило мудрого руководителя, когда ты и твои подчиненные словно сообщающиеся сосуды. Сегодня наполнили энергией тебя, а завтра ты отдал все свои знания и умения. Клара Ильинична щедрый человек. Она не жалела для людей ни времени, ни сил, ни заботы. Восемь лет руководила областной профсоюзной организацией, в которой состояли более 600 тысяч человек. Ирисовпров отвечал за социальное страхование, пенсионное обеспечение, охрану прав и трудовых интересов, развитие физкультуры и спорта, за духовное воспитание, за распределение жилья и детских садов. На вопрос, что помогло в жизни и стало залогом успеха, ответ простой. Трудолюбие.